Этот автомобиль взбирался на Эверест, покорял отметку свыше 5700 метров над уровнем моря, пересекал Сахару, возил полярников по Антарктиде. Вот уже 45 лет легендарный внедорожник Нива не теряет своей популярности. Дороги для этого автомобиля есть везде, так шутит создатель Нивы, дизайнер Валерий Семушкин. Именно он герой нашей сегодняшней программы. Юлечка, вот это легендарный автомобиль. Этот автомобиль был в Антарктиде. Николай Валентинович Макеев, испытатель, там провел несколько месяцев, по-моему, 11 месяцев в Антарктиде. Даже ему пришлось спасать какого-то там иностранного специалиста на этом автомобиле. Ну, можете себе представить, там этот автомобиль был незаменимый. Делали такую систему, еще второе колесо рядом к этому колесу. Ого! Да, думали... Чтобы проходим... Да, чтобы он как бы на восьми колесах получался. Его оттуда вернули, через Аргентину. Нашлись люди, которые там переживали, что он там пропадет. И вот его прислали на наш завод. Конечно, немножко пришлось его подработать. Валерий Павлович, для меня большая честь встретиться с вами, пообщаться. Мы находимся в зале, наполненном различными дизайнерскими идеями. Вот ваша профессия многогранна. Она включает в себя разные навыки художника, дизайнера, конструктора. Вот кем вы в большей степени себя ощущаете? Будь то художник-конструктор, будь то художник декоративно-прикладного искусства, допустим, керамист или график, промышленный график, или художник-монументалист, монументальная живопись, декоративно-монументальная, все равно подготовка художественная одинаковая. Но художник-конструктор еще вдобавок получает в нагрузку детали машин, сопромат, высшую математику. Но еще Павлов поделил человечество на рациональных и эмоциональных. Художник относится к эмоциональным. А художник-конструктор как раз и то, и другое соединяет в себе, правильно? Я вынужден. Ну какой из меня математик? А я вынужден 4 года изучать высшую математику. Хотя дизайнер должен быть и рационалистом каким-то. А в чем, на ваш взгляд, вот миссия художника-конструктора или же дизайнера? Организовывать среду. Автомобиль тоже создает среду. Автомобиль тоже должен выполнять экологическую миссию. Он должен глаз радовать. Он должен не отравлять воздух. Он не должен звуковую среду разрушать. То есть очень много задач. Кроме того, что он, конечно, должен безопасно доставить человека из точки А в точку Б. Вот миссия художника, как в любой деятельности, это миссия художника. Художник видит немножко по-другому. Вот в одном из ваших интервью вы сказали, что каждый художник рисует прежде всего себя. Вот какие ваши творческие работы можно назвать автопортретами? Ну, как говорит Прусов, раньше мы были молоды и красивы. Сейчас, в крайнем случае, в 80 лет, мы просто красивы. Художник рисует себя все время. Я вот пример приводил такой и привожу его постоянно. Вот у нас 6 групп, 60 студентов рисуют девушку, обнаженную натуру. Вот пройдешься, посмотришь на 60 рисунков. Вот высокий автор, стройную, высокую, маленькую. Ну, все, вот там девочка такая стоит, крепенькая. Ну, никуда от этого не денешься. Даже если бабушку пожилую мы рисуем, все равно свои черты. Ленардо да Винчи рисовал. Сейчас гадает, не свой ли это портрет Монна Лизы. Это не его там портрет, но это его рука. Этот модуль, который у него заложен. Это его внутренний мир. Он передается все равно через руку. Валерий Павлович, вы сибиряк, родились на земле, которая питала многих творческих людей. Учились в Санкт-Петербурге. Это, можно сказать, культурная столица нашей страны. Но большую часть времени провели в Тольятти. Почему выбрали этот город? Или он выбрал вас? Как так получилось? Ну, я хотел делать автомобили, дизайн автомобиля. Хотел. И вот так случилось, что я дипломную работу делал по заказу Волжского автозавода. Это был 1971 год, июль месяц. И Марк Васильевич меня пригласил сюда. Здесь я оказался. Но я от своих родителей слышал, что наши предки откуда-то с Поволжья. Даже так. Как Высоцкий говорит, они с Поволжья, как и мы. Вы согласны с тем, что в Тольятти ехали первопроходцы? Люди с определенным складом характера. Ну, конечно, ехать в неизвестность, в мест, как говорят, насиженных, это нужно в характере что-то иметь. Семушкин – это замечательный человек. Этот человек дослуживает звание герой труда. Я еще когда-то написал такие строчки. Автомобиль с судьбой счастливой. Такая же редкость, как алмаз. И мы гордимся нашей Нивой. Она открыла миру Вас. Среди запросов в интернете на приобретение нового автомобиля Нива, за рубежом, у нас само собой, Нива находится в топе. Вот как бы казалось бы это ни странным при всей сегодняшней сложности международной ситуации, но Нива – этот автомобиль, который шагнул вместе с историей Автолаза через поколение. Конечно же, отдельное слово благодарности от всего коллектива Автолаза, от себя лично. Хочу сказать ветеранам, тем, кто стоял у истоков создания этого автомобиля. Я и говорю, все знают вашу легендарную роль в создании этого легендарного автомобиля. И сам автомобиль, и самый главный его дизайн, он уже обладает неким ореолом деятельности, потому что это действительно классика, и, наверное, трудно себе представить внедорожник именно в этом классе, который бы обрел более узнаваемые черты. Валерий Павлович, редкий случай. 45 лет производят легендарный внедорожник Ниву. И она не теряет своей популярности. Фан-клубы есть по всему миру. Вот в связи с этим, какие чувства вы испытываете? Чувства досады и переживания. Как Петр Михайлович говорит, что автомобиль не коньяк. С возрастом не делается лучше. Я с ним полностью не согласен. Автомобиль не коньяк, но с годами делается лучше. Нива, конечно, с годами преобразилась. Машина без преувеличения покорила весь земной шар. Три раза въезжала на подиум ралли Париж-Дакар. Она два раза побывала на Северном полюсе. Один раз, когда там были льды, и другой раз, когда в точке ноль была открытая вода. Она может по снегу в гору влезть, что было доказано на Эльбрусе. Нива более 10 лет работала в Антарктиде и за это время обросла легендами. Однозначная правда в том, что автомобиль по возвращению на родину был на ходу. Когда нужно, заводится всегда и едет везде. Увидеть в металле живую твою машину, и вот она поехала. Вот, и когда автомобиль выехал, конечно, что это... Но переживания страшные. Мне чрезвычайно приятно, когда сегодня приехал на площадку. Встают новые автомобили. И радость, наверное, эту испытываю не только я, все жители Итальятии, не только заводчане, жители Самарской области, безусловно, горцы того, что мы в этом городе живем. У нас есть завод, мы производим эти автомобили, и мы действительно столица автомобилей строительства. Какие чувства у вас связаны вот с Тольятти? Есть ли какие-то любимые места, уголки, в которые хочется возвращаться? Конечно, Болга, вот мое любимое место и окрестности, замечательной природы. О чем я жалею, что все-таки у нас в архитектуре города преобладает такой, его даже не назовешь конструктивизм. Ну, мне бы хотелось, чтобы какие-то камерные были уголочки, какие-то сюжеты архитектурные более человечные, чем километровая стенка девятиэтажная. Понимаете, так это не украшает город, я прямо скажу. Город не должен быть приспособлением просто для жилья. Город – это все-таки тоже произведение искусства. Бренд отечественного автомобиля «Нива» – это создание нашего сегодняшнего гостя. Давайте поаплодируем. Назвлекаем этот замечательный автомобиль. В детской школе искусств «Гармония» состоялась творческая встреча учащихся и педагогов с дизайнером автомобиля «Нива» Валерием Семушкиным. Она была посвящена юбилею легендарного внедорожника, которому в апреле исполнилось 45 лет. Дизайнеру подарили музыкальный концерт, картину и пластилиновый автомобиль. Со своей стороны Валерий Семушкин преподнес школе свой баян на память о творческой встрече. Можете себе представить, я в 82 года учусь играть на аккордеоне. Так что учиться никогда не поздно. Можете себе представить, я в 82 года учусь играть на аккордеоне. Приветствую, милок сын Валера. Сегодня я получил от тебя письмо, за которое благодарю сердечно и вместе с этим передаю свой горячий привет тебе, маме, Аллочке и бабушке с дедой. Из письма я узнал, что ты жив и здоров, и все чем-нибудь занимаешься. Это очень радует меня. Только Аллочку из коляски выбрасывать нельзя. Вот тебе цветок дарю. Только слушай маму и бабу. И покажи его всем. Скажи, вот папа мне прислал. Ну, домой в отпуск не приеду, пока не кончим войну. Не верь. Субтитры создавал DimaTorzok Валерий Павлович, какие знаковые для вас события состоялись вот в этом зале, где мы сейчас находимся? Здесь мы отмечали с Петром Михайловичем Прусовым 39-ю годовщину со дня выпуска Нивы. Еще зал не был закончен. 13 сентября 2022 года, несколько месяцев назад, генеральный директор Максим Юрьевич Соколов открывал, это официальное открытие произошло, этого зала Нивы. Такого зала Нивы нет ни в одном торговом центре автомобильном в стране. Чтобы вы пожелали молодым дизайнерам? Молодым дизайнерам я могу пожелать самое главное, быть художниками. И чтобы произведения дизайнера не оскорбляли среду, были ближе к человеку. Всегда думать о своей ответственности. И, естественно, художник всегда должен иметь средства для достижения этой цели. Ну, любить свою профессию и делать свое дело с любовью, и тогда все получится. Я вот удивляюсь, как музыканты попадают в эти клавиши, которые нужны. Как это? И чуть-чуть промазал, это фальш. Вот дизайнер должен видеть, если он чуть-чуть, где-то это не идет. И вот когда работаешь над формой, когда все уйдут с работы, останешься один, только над собой прожекторы. И вот перед тобой это масса. Спасибо, что есть отход в любую сторону, сверху. Сейчас условия у нас там, в центре стиля, великолепные. И вот чувствуешь это. И вот работаешь скребком, работаешь, работаешь. И вот оно как-то само, одно к одному. И какой-то фальшивый элемент уже не появляется. Вот так же, как вот композитор, допустим, музыку сочиняет, и вдруг какие-то там звуки не идут сюда, а потом выливается в мелодию, да. Спасибо. 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 Спасибо.